Да. Добрый вечер. Всем самого доброго. И мы с вами, как всегда, с молитвой на устах и в сердце приступаем к изучению очень трудной темы, темы псалмов, псалмов Давида. И поскольку мы с вами приближаемся к Дню Независимости, то мы посмотрим тот псалом, который принято читать в День Независимости. Он не единственный, но с него открывается молитва, вечерняя молитва. Это 107-й псалом, и он рассказывает о благодарности Всевышнему. Мы уже с вами видели, что благодарность Всевышнему – это, может быть, центральная тема псалмов Давида или, по крайней мере, одна из центральных тем. Мы видели, что благодарность Всевышнему – она открывает возможность для человека возвышаться и получать новые и новые блага. Как бы Всевышний может дать человеку все, что угодно. Вопрос в том, сможет ли человек это воспринять. А восприятие начинается с благодарности, с понимания того, что тебе дают. Если не понимаешь, ты не сможешь взять особенно, если речь идет не только о материальных благах, а о духовном росте человека, о его ощущениях, о его приближении ко Всевышнему. И Всевышний сам по себе благо, как мы с вами говорили, и поэтому благодарность ко Всевышнему, которая открывает возможность приблизиться к нему, она сама по себе открывает возможность приблизиться к благу. Мы это все с вами посмотрели, когда говорили о псалме, который говорят в день субботний. И у Давида есть песнь, которая называется «Мизморли туда», письма благодарности. «Воскликни перед Всевышним вся земля, воскликни в благодарности», так говорит Давид. Мы с вами это вспоминаем для того, чтобы понять, что благодарность – это очень и очень важный момент. Неблагодарность, как утверждает Маарал, это в духовном мире один из самых тяжелых грехов. Он уничтожает милость. Человеку пытаются сделать что-то хорошо. И это возможно только в том случае, если он находит отклик в его душе. Неблагодарность, она уничтожает милость. Так говорит Маарал. Посмотрим, о какой специфической благодарности здесь говорит царь Давид в этом псалме. Этот псалом посвящен возвращению из изгнания. И, казалось бы, царь Давид, он утвердил царство прочное. У него есть планы передать своему потомку, который построит храм. Но в то же время царь Давид – пророк. И целый ряд его псалмов говорит о предстоящем рассеянии, которое, возможно, можно будет избежать на тот момент, когда царь Давид живет, когда он смотрит в будущее. Это лишь, как я скажу, не очень благоприятный путь изгнания. И тут не нужно удивляться. Об изгнании в книге Дворим не один раз говорит Маше. И рассеет вас Бог по разным странам. И повторяется это неоднократно. Естественно, что это происходит не так просто. Это происходит в силу того, что народ не может достичь духовной высоты и не может справиться со своей задачей. Мы это понимаем. И поэтому нужно представлять себе царя Давида пророком, который заглядывает в будущее и видит одну из вероятных линий развития. Он говорит и о рассеянии, и о собирании рассеянных. Этому посвящен целый ряд псалмов. Но те, кто составлял молитвы на День независимости, а надо сказать, что День независимости был утвержден сразу как национальный праздник с принятием государства. И первый раз он праздновался в 49-м году и утвердил его главный равенат Израиля. Молитвы на этот день изменялись несколько раз. Но мы не будем с вами вдаваться в историю Дня независимости, тем более в его предысторию. И мы посвятим наше занятие 107-му псалму, с которого, опять же, открывается молитва, вечерняя молитва в День независимости. 106-й псалом. Как не хочется избежать предыстории, этого полностью сделать невозможно. Мы на секунду заглянем с вами в конец 106-го псалма, который пересказывает почти всю историю сыновей Израиля. И кончается он так. И притесняли их враги, и отдались они в руку их. Много раз он спасал их, Всевышний спасал их. И они возмущали его решениями своими. И унижены были из-за грехов своих. То есть, принимая неправильные решения, несмотря на спасение Всевышнего, сыновья Израиля много раз ставили себя в унизительное положение. И увидел он бедство их, когда услышал молитву их. И вспомнил он завет свой с ними. И раскаялся, но Всевышний, конечно, не раскаялся. Здесь нужно, да, как бы... И поступил иначе по великой милости своей, в Инохэм, на иврите. И дал он им милосердие всех принявших их. То есть, в тех странах, куда попали сыновья Израиля, к ним отнеслись не со всей жестокостью. «Спасибо, Господь наш, и собери нас из народов». Вот это, наверное, главное то, что нас здесь интересует. Это молитва сыновья Израиля, которая звучит из глубины изгнания. «Спаси нас, Господь наш, и собери нас из народов, дабы благодарить нам святое имя Твое. Благодарить Тебя по святому имени Твоему, гордиться славой Твоей. Благословен Господь, Бог Израиля во веки веков и скажет весь народ Амэн, Аллилуйя». Аллилуйя – это хвалить Бога, как вы понимаете. «Адель» – это восхваление, а «я» указывает на имя Всевышнего. Аллилуйя – восхваление Всевышнего. Вот мы видим, что здесь Псалом заканчивается изгнанием и помощью Всевышнего при выходе из изгнания. Посмотрим теперь 107-й Псалом, как он продолжает эту тему. «Благодарите Бога, потому что Он благо, потому что навеки милость Его». Эти глубочайшие слова Давида повторяются много раз в нашей молитве. они входят в Аллиль, в хвалебные гимны, которые также состоят из Псалмов Давида. Туда входят эти слова, их произносят в праздник, их произносят в день каждого нового месяца. «Благодарите Бога, потому что Он благо». Давайте постараемся вдуматься в глубину всех этих слов. Всевышний – благо, и от Него поэтому исходит только благо, исключительно благо, и уже по одному этому Его стоит благодарить. Даже когда ты не совсем понимаешь, что произошло, даже когда у тебя есть сомнения, к чему все произошедшее приведет, нужно благодарить Всевышнего. В трактате «Брахот» мудрецы говорят, Раби Мейер говорит, что есть два благословения, которые мы произносим. Одно, которое, когда получаем хорошие события, мы говорим о Топу-Метти, Всевышний, который сам по себе благо и делает благо. И есть, когда мы получаем плохое известие, мы говорим, «Барух да Яна и Мет, благословен судья справедливый». А в будущем, говорит Раби Мейер, будут говорить только одно благословение, благословение Топу-Метив, только дающие благо, потому что для человека всегда и всегда в будущем мире, когда раскроется истина, то раскроется и благо Всевышнего, и для него будет понятно, и ощутимо, и воспринимаемо благо, и тогда будет только одно благословение, а Топу-Метив, благой дающий благо. В нашем мире это не так. Мы не можем, когда происходит что-то совсем тяжелое, говорить благословен Всевышний, который благо и делает благо. Нам это запрещено. Но делать усилия, прикладывать усилия, чтобы то, что как бы сомнительно, то, что нам непонятно, прикладывать усилия для того, чтобы как бы благодарить Всевышнего, благодарить Всевышнего, а не видеть в этом плохое. Или просто не заметить, пропустить, сказать, что ничего не произошло, что это не ведет ко благу. Это не должен быть наш путь. Мы должны как бы делать максимальные усилия, если не идти до конца уже, когда, не дай Бог, кто-то умирает, погибает, говорит Всевышний благо. Нет, это не следует делать. Это и запрещено законом. Но прилагать усилия, когда что-то происходит, и благодарить Всевышнего, потому что верить, что это приведет ко благу, когда есть хоть какая-то возможность увидеть, что это приведет ко благу, благодарите Бога, потому что он благо призывает царь Давид. Мы увидим, о чем идет речь. Забегая вперед, можно сказать, что царь Давид говорит о возвращении из изгнания, развертывает тему возвращения из изгнания, которая началась в предыдущем псалме, но это изгнание, оно не похоже на исход из Египта. Оно происходит как бы естественным путем и без каких-то явных чудес. И многие люди могут это не заметить и не сказать Всевышнему благодарность. и есть параллельно, скажем, с развивающимся становлением народа, его возвращением происходит масса тяжелых событий. Давайте обратим внимание на эти тяжелые события. Скажем, что это ужас и кошмар, и не будем благодарить Всевышнего, закон нам не позволяет это делать. В качестве иллюстрации можно привести постановление Рафа Горана. Как вы помните, он был во время он был главным раввином армии Израиля в войне 1967 года. И после штурма Храмовой горы, когда погибло 19 десантников, он увидел, что солдаты плачут, произносят траурные молитвы у Котеля, у Западной стены, которой они прорвались, и он сказал им, что есть обязанность говорить галель, есть обязанность хвалить Всевышнего. Военная победа, она есть победа. И у нас есть обязанность в такой момент благодарить Всевышнего, а не сосредоточиваться на том, что произошли параллельно тяжелые события. Победа есть обязанность благодарить Всевышнего. Народ спався, проявилась так или иначе рука Всевышнего, явно или неявно. И у нас есть обязанность благодарить Всевышнего за это. И вот это посылка Давида. Благодарите Бога, потому что он благо. Да если бы видно было, что это благо, то, конечно, благодарили. Нет, благодарите тогда, когда нужно сделать усилие, чтобы увидеть это благо. Нужно обратить внимание на хорошую сторону, есть обязанность и благодарить за нее, даже если сами по себе события включают целый ряд тяжелых моментов. потому что навеки милость его, его милость, его милость неизменна. И в будущем мы увидим еще более сильную, высокую, раскрывающуюся милость Всевышнего. И вот мне кажется, что мы как-то начинают у нас эти строки, начинают жить. Благодарите Бога, даже если вы сразу не увидели, что есть за что его благодарить, потому что он благо, включите, как бы поднимите свою веру в то, что Всевышний благо, потому что навеки милость его, и то, что мы сейчас не смогли увидеть, то, что не раскрылось, нам раскроется в будущем. Из этого псалма учится закон. В трактате «Брахот», как мы с вами видим на 54-м листе, говорится, «Четверо должны благодарить». Что значит «должны благодарить»? Мы говорим о том времени, когда стоит храм, и есть обязанность принести жертву благодарности. Есть жертва, которая так и называется. Жертва благодарности. Когда ее приносят? когда человек избавился от чего-то, вышел из какой-то трудной ситуации, он должен прийти и принести жертву благодарности. Так вот, в этом смысле четверо должны благодарить, приносить жертву благодарности. Это те, кто перепрыл через море, был в тяжелом морском путешествии. Речь, конечно, не идет о современном круизном лайнере, лайнере, совершающем круизы, но представляем репламу в древнем мире опасная ситуация. Тот, кто был в море, тот, кто перешел через пустыню, тот, кто заболел и излечился, и тот, кто был в темнице, заключен в темнице и вышел из нее. Все эти моменты дальше в Талмуде учатся из нашего учица, из нашего псалма. Но если постановление поворачивает это в сторону частного человека, события в его жизни, то Давид говорит о тех событиях, которые происходят с народом в период его возвращения из изгнания и не исхода из Египта, я повторяю, а из изгнания, которое будет в будущем не из одной страны, а из многих и многих стран. Мы помним с вами, что в Агаде мудрецы спорят, мудрецы спорят и приводят строчки из пророка Еремиягу. Я параллельно здесь пытаюсь искать то, что у меня есть, если я это выписал, но я, видимо, не выписал, я напомню, что в пасхальной Агаде мудрецы приводят строчки пророка Еремиягу, который говорит, что в будущем больше не будут говорить Бог, который вывел сыновей Израиля из Египта, в будущем будут говорить, что Бог, который собрал их из страны северной и из всех стран. То есть те мудрецы говорят, что будущее чудо оно будет сильнее, чем исход из Египта. Почему? Потому что Всевышний соберет из всех стран не только будущее чудо будет происходить неявно, это не будет явное чудо, как в Египте. И когда человек осознает, что во всех событиях, в последовательных событиях, во всех случайностях, во всем, как все сложилось, была рука Всевышнего, то возникает ощущение еще еще большего чуда, чем когда раступилось море. Когда ты понимаешь, что Всевышний вот он здесь, он ведет тебя и ведет народ, его рука повсюду, она незаметно раскрывает ворота и сметает все препятствия на твоем пути, то это еще больше чудо. Но для того, чтобы поверить, нужно приложить усилия. Опять же, царь Давид говорит, царь Давид говорит, пусть благословит Всевышний малых вместе с большими. в малых вместе с большими. Что значит малых вместе с большими? В этом салме, в котором речь идет о вере во Всевышнего, надежде во Всевышнего, малые это те, у которых малая вера. Большие те, у которых большая и сильная вера. И есть много малых людей, которые благодаря или, скажем, из-за своей малой веры, они не могут заметить, не могут увидеть и не могут воздать благодарность Всевышнему за те события, которые происходят. И только большие люди благодарят Всевышнего от всего сердца. Но поскольку мы народ и мы связаны все как бы связаны все друг с другом, то Давид просит, пусть Всевышний даст благословение и малым, и большим, или, скажем, малым вместе с большими. Пусть он даст благословение и тем, кто не совсем понимает его чудеса, особенно чудеса скрытые. Естественно, не стоит напоминать о том, что когда мы слышим эти слова Давида, мы можем представить перед собой нашу реальность и становление государства Израиль и день независимости, относительно которого ведутся споры, праздник это или не праздник. Это государственный праздник, но есть целый ряд религиозных групп, которые читают в этот день обычные молитвы, читают также и, скажем, печальные молитвы, не произносят Галель и не считают этот день каким-то праздничным. Это люди малые, которые не могут увидеть, что произошло. Они не могут увидеть то спасение, которое принесло еврейскому народу становление государства Израиль. Они не могут увидеть то, что колесо истории никогда не повернется обратно и глядя просто даже реальными глазами, что же государство Израиль будет разрушено для того, чтобы оно потом началось снова в чистоте. Нет, этого никогда не произойдет и не планировалось никогда. Возвращение из изгнания, при возвращении изгнания проявляются все недостатки и только здесь, в земле Израиля начинается их постепенное и очень долгое исправление. Всего этого люди малой веры они не могут осознать. Теперь мы понимаем с вами, почему был выбран именно этот псалом. Это обязанность благодарить Всевышнего, рассказ, призыв благодарить Всевышнего, это рассказ об исходе из последнего из последнего изгнания и как бы вот мы понимаем, что настолько сильные призыв благодарить Всевышнего, что даже отсюда учится закон о том, когда приносить жертву, человек должен приносить жертву благодарности. Благодарите Бога, потому что Он благо, потому что навеки милость Его. скажут выкупленные Богом, которых выкупил Он из руки врага. Я немножко поправил здесь перевод. Освобожденные, избавленные, выкупленные гораздо больше подходят, потому что ямру геулей гаушем. Здесь глагол гааль, в общем-то это освободил, но на самом деле здесь есть свой оттенок уникальный для Торы. Гааль это выкупил, вернул свое. Вот, например, было поле, которое человек был вынужден продать, это наследный его удел. Он или его родственники обязательно должны выкупить это поле. Ликоль, то есть вернуть себе то, что принадлежит им и то, что не может быть продано навечно. Вот это этот глагол геулей гаушем. Скажут выкупленные годы, богом которых выкупил он из руки врага, и стран многих он собрал их с востока и с запада, с севера и от моря. мы видим, что Давид говорит действительно о собирании всех стран с четырех концов земли. Заблудились они в пустыне, на дороге пустынной города населенного не встретили. И здесь мы вспоминаем с вами о том, что прошедший через пустыню по закону должен принести жертву благодарности, как постановил Талмуд на основе этого псалма. Голодны были и жаждали, ослабела душа их, и возопили они Богу в бедности своей, от нужды их он спас их, и повел он их прямой дорогой, чтобы пришли они в город населенный. Пусть благодарят они Бога за милосердие его и за чудеса его перед сынами человеческими, перед людьми. Ибо насытил он душу жаждущую, душу голодную напоил благом. Мы видим, как здесь неожиданно от тех трудностей, с которыми встречается человек в пустыне, когда его мучает жажду, так что он готов уже упасть на раскаленные камни, и спасти он себя не может, и тогда он обращается ко Всевышнему, и Всевышний помогает ему. Но Давид как бы незаметно подчеркивает, что этот переход через пустыню он принесет и избавление душе. Душу голодную, жаждущую Бог наполнит благом. Когда это может быть? Когда эти люди идут через пустыню, они идут в святую землю. И да, их одолевает жажда. И, может быть, даже в какой-то момент они и забывают о своей высокой цели. Но есть душа, и душа, она помнит об этом. и она стремится. И душа, как здесь сказано, голодная. И он, когда они попадают в землю, в святую землю, Всевышний наполняет душу благом. Каким образом? Он приближается к этой душе, и поскольку он сам благое, и этим отличается святая земля. Здесь человек ближе ко Всевышнему, здесь он ближе к источнику жизни. И вот так Всевышний наполняет душу. Давид как бы незаметно нам рассказывает о том, что переход через пустыню, он тяжелый, но это это просто переход через пустыню, это возвращение в святую землю, это возвращение к Богу. И мы можем вообще сказать, что не всякий человек проходит через пустыню, не все возвращаются с юга, через выжженную пустыню. И вот это возвращение из пустыни можно видеть как образ, как метафору. Пророк Ехискель говорит, сравнивает весь мир с пустыней. Он говорит так, пустыня народов. пустыню, в которой нету ничего, нету пищи, нет духовной пищи. А как же душа сыновей Израиля может быть без духовной пищи? Она ее жаждет. И вот они пробираются через эту пустыню. И нечем, нечем за пределами земли Израиля, нечем по-настоящему утолить душу. И они похожи на человека, который идет и изнывает, от жажды и кричит Всевышнему. И вот человек дает пищу. Но какую пищу? Он наполняет душу благом. И вот нам перешедшие через пустыню. При таком взгляде или таком взгляде на вещи, это те, кто должны благодарить Всевышнего. В скобках можно заметить, что сама по себе жертва благодарности, она очень интересная. И это жертва, с которой редкий случай, когда она приносится вместе с хамецом, вместе с поднявшимся тестом. все жертвы, которые делаются в храме, они делаются с мацой, то есть каждой жертве есть сопровождающие хлебное приношение, и это хлебное приношение, хлебное из лаковых, это приношение из лаковых, оно изготовляется как маца, она замешивается, быстро бросается на огонь, а вот 10 хлебов жертвы благодарности из 40, 30 это маца, а 10 хлебов из жертвы благодарности это действительно хлеб, поднявшийся хлеб, его он не сжигается буквально на жертвеннике, есть для него специальный слой закон, но это то, что должно сопровождать жертву благодарности, какой здесь смысл, все наши законы наполнены смыслом и указывают на определенные моменты, маца это символ того, как человек находится в руках Всевышнего и ничего у него нету, ничего у него нету своего, маца по определению пока тесто мешают, пока оно находится в руках, оно не может стать квасным, просто по определению, вот его мешают, мешают, бросают на огонь, мы представляем себе, что это образ того, что человек всегда находится в руках Всевышнего, нету мгновения, когда кто-то его отпускает, чтобы он начал проявлять свои силы, разбухать, подниматься, как тесто, да, и здесь, то есть, а хлеб, как мы уже с вами понимаем, это проявление собственных сил, проявление собственных сил человека, ощущение, что он делает сам и делает самостоятельно, это не всегда бывает плохо, вот, и этот рисунок жертву благодарности, он нам говорит о том, что в каждом чуде, в каждом спасении есть 30 единиц Всевышнего, три четверти Всевышнего и одна четверть усилий человека, никогда ни одно чудо не происходит, пока человек не проявляет своих усилий, не проявляет своего усилия. Это как бы замечание в скобках, поскольку мы говорили о жертве благодарности, постараемся понять ее рисунок, скажем, смысл, если так можно сказать, так как теперь следующая тема сидящие во тьме и мраке, окованные страданием и железом, есть те, кто находится в тюрьме или в неволе и не могут оттуда выбраться, так как ослушались они слов Всесильного и совет Всевышнего отвергли и подавил он страданием сердце их, споткнулись они и некому помочь и воззвали они к Богу в бедствии своем и от нужды их он избавил их, вывел он их из тьмы и мрака и узы их расторг пусть благодарят они Бога за милосердие его и за чудеса его пред людьми ибо согрушил он двери медные из особой железной разрубил здесь нечто совсем другое чем мы видели раньше когда был разговор о пустыне здесь говорится о причине почему люди оказались в оковах они ослушали слов Всевышнего освобождение желания освободиться от Торы от ее законов желание поступить по-своему оно приводит в неволю оно приводит в зависимое положение в в рабское положение и Давид подчеркивает этот подчеркивает этот момент что привязанность к слову Всевышнего к Торе следует когда человек следует за его советом то духовный мир устроен так что человек остается человек остается свободным он не превращается в невольника мы помним с вами что в Талмуде говорится что когда скрижали скрижали которые получил Маше первые скрижали они как бы исписаны на них выгравировано и с этой стороны и с этой стороны и мудрецы говорят не читай харут не читай выгравировано читай хирут то есть свобода то есть есть намек что скрижали скрижали в них заложена свобода и что делает Всевышний он не просто мстит человеку он не просто сажает его сажает его в оковы или ставит зависимое положение он подавляет сердце их когда человек видит что он споскнулся что его стремление освободиться от всего в том числе и от Торы оно привело его в оковы и некому помочь ему он же отказался от слов Всевышнего от заводи Всевышнего кого он будет просить теперь и когда они понимают свое положение они взывают Богу в бедствии своем вот и он избавляет их выводит из тюрьмы и мрака и узы их расторгает и и это требует благодарности освобождения пусть даже не пусть даже если это не явное чудо оно требует благодарности пришел сторож открыл ключом темницу сказал выходи нужно видеть в этом руку Всевышнего а не случайное стечение событий человек который начинает в бедственном положении в зависимом положении в рабском положении начинает молиться Всевышнему кричать ему взывать у него все-таки есть такая возможность увидеть даже в случайных событиях ответ на свою молитву ответ на возвращение ко Всевышнему а не просто волю случая теперь следующий следующий момент говорит еще об еще об одной посылке которая есть в Талмуде или выводится из нашего псалма это заболевший заболевший который выздоровел ему так же следует благодарить благодарить Всевышнего вот и как начинает Давид разговор об этом он говорит глупцы страдают из-за грешного пути своего из-за беззаконий своих всякую пищу отвергает душа их то есть Давид видит причину заболевания болезни прежде всего в прежде всего в том что духовность отвергается к человеку человеком у него нету стремления к источнику жизни у него нету поиска пути к источнику жизни у него нету желания приблизиться к духовному миру мы понимаем что всегда за этим стоит противоположность противоположное поведение он погрязает в материи в материальных материальных делах материальных проблемах и нередко это приводит к нечестному поведению тогда когда нету нету стремления к духовности есть жажда накопить материальные блага получить удовольствие это нередко приводит и к преступлениям да и поэтому дошли они до ворот дошли они до ворот смерти и Давид говорит видит в этом причину болезней заболевания тяжелого заболевания когда человек не проназву сказано стоит на пороге смерти и вызвали они к Богу в бедствии своем как очень часто человек попав в какую-то тяжелую ситуацию ну конечно что он делает он начинает молиться Богу он начинает обращаться ко Всевышнему душа снови Израиля отличается тем что у нее есть прямая непосредственная связь с Богом он может забыть о ней он может ее эту связь с Богом отправить куда-то в глубокое подсознание не помнить об этом но она есть она существует потому что эта связь с Богом это это союз основа союза это не ты мне я тебе ты сделаешь так а я сделаю так а ты если не сделаешь то я сделаю по другому совершенно я тебе тогда покажу я тебя накажу это все хорошо но это внешняя сторона союза глубинная внутренняя сторона союза это прямая непосредственная связь с Богом и поскольку Всевышний никогда не разрывает свой союз эта связь остается всегда уходит может быть куда-то глубокое подсознание и вот мы видим Давид говорит рассказывает о том что человек попав в тяжелое положение он начинает кричать ко Всевышнему одни боролись за одни боролись за свободу от Торы от законов Торы освобождение от Всевышнего как бы сегодня сказали некоторые люди от предрассудков хотели быть людьми просвещенными хотели освободиться попали в окобы другие пренебрегают духовностью и это приводит к заболеванию и те и другие в критический момент начинают кричать Всевышнему послал он слово свое исцелил их и спас их от могил от тяжелейшей болезни от смертельной болезни спасает Всевышний тех кто обращается к Нему пусть благодарят они Бога за милосердие его и за чудеса его перед сыновьями человеческими перед людьми и принесут жертвы благодарности и расскажут о делах его с песнопением оказывается что кроме кроме жертвы благодарности просто обязанности перед Всевышним перед Всевышним выразить свою благодарность принести жертву благодарности есть обязанность и прославить имя Всевышнего рассказать о тех чудесах которые творит Всевышний как мы с вами говорили что в тех ситуациях которые мы здесь себе представляем эти чудеса нужно увидеть и поверить в них всем сердцем и рассказать о том что произошло не о как об удачном там медицинском медицинском вмешательстве не об удачном действии лекарстве а рассказать как о чуде Всевышнего произнести ему песнь благодарности мы знаем мы знаем с вами закон что человек который сегодня скажем надо было принести жертву благодарности мы не можем сделать этого нету храма но есть другая обязанность которую мы можем исполнить человек устраивает вот в подобных случаях когда он избавился от опасности когда он освободился из заключения из какого-то зависимого зависимого положения когда он выздоровел он устраивает то что называется сиудад водая трапезу благодарности трапезу благодарности и вот что нужно было бы еще сказать может быть это нужно было отметить в самом начале что слово благодарность по-русски оно не очень раскрывает как бы суть момента а вот на иврите водая благодарность воду благодарите ле ле годот это года это фактически слово само по себе оно означает признал нужно нужно признать нужно признать что произошло чудо это главная благодарность нужно признать что здесь была рука всевышнего нужно признать что он спас спас тебя то есть благодарить это фактически признать признать божественное присутствие которое было которая проявилась через те или иные события. И дальше мы читаем еще об одном моменте, который был отмечен в законе. Четверо должны благодарить отправляющиеся на кораблях моря, совершающиеся работу на водах многих. Видели они дела Бога и чудеса Его в глубине. И сказал Он, и восстал ветер бурный, и поднял Он волны Его. Поднялись они в небо, опустились в бедну, и в бедстве растаяла душа их. Кружатся и шатаются они, словно пьяные, и пропала вся мудрость их. И возопили они к Богу в беде своей, и вывел Он их из несчастья их. Сделал Он булю тишиной, и смолкли волны их, и радовались они, что смолкли. И повел Он их к желанной цели. Пусть благодарят они Бога за милосердие Его и за чудеса Его перед сынами человеческими. И превозносят Его в общине народа, и в собрании старейшин восхваляют. Мы здесь видим несколько отличий в общине народа, в собрании старейшин. Здесь, кроме того, что, как известно, скажем, из книги пророка Йона, мы узнаем, что моряки, они всегда очень близки к раскаянию. Они находятся в опасном, тяжелом положении, и они очень чувствуют, что они зависят от Всевышнего, зависят от Бога. Поэтому у них раскаяния очень близко к устам и очень близко к сердцу. Однажды мне довелось быть на, скажем, таком небольшом заседании праздничном в морской ударной группе Израиля, которая называется Шайетет Шлоушестре, 13-я флотилия. Это спецназ, десант, выполняющий самые трудные задания. И вот командующий сказал так. Мы не стараемся быть самыми лучшими в мире. Это не наша задача. Мы, когда находимся в море, мы сталкиваемся со стихией каждый день, иногда с бушующей стихией, и мы знаем, что есть кто-то выше нас, что кто-то стоит за нами. То есть мы из этого примера можем увидеть, что для моряков и сегодня рука Всевышнего, она очень-очень видится им очень четко в том, что происходит с ними. О чем и о ком же говорится здесь, о людях, которые попали в бурю? Здесь речь идет о людях праведных, которые становятся, у которых сердце близко ко Всевышнему. И иногда они становятся перед проблемами, перед трудностями для того, чтобы по двум причинам. Или для того, чтобы они через свои трудности осознали трудности и проблемы поколения и молитвы со всего поколения. Или потому что, как говорится, Всевышний жаждет молитвы праведника. Он хочет, чтобы прозвучала молитва праведника, и он ставит его в трудное положение. Естественно, что дело не в словах, а дело в том, что каждый раз праведник поднимается на новый духовный уровень, поднимается в духовном мире гораздо выше, выйдя из трудной ситуации. И здесь речь идет, если говорить об образе, то речь идет о людях праведных, может быть, не полных праведников, но людях праведных, которые иногда становятся перед трудной ситуацией, как моряки, попавшие в бурю. Но стоит им обратиться ко Всевышнему, и буря стихает. Их обязанность рассказывать о том, что произошло людям, и не только людям, но и рассказывать и старейшинам народа. И здесь дальше Давид говорит о том, как Всевышний спасает или что он может сделать. Может быть, он не сделал это по тем или иным причинам. Может быть, он хочет, чтобы люди приложили усилия, чтобы его увидеть руку. Но то, что если он как бы не сделал какие-то чудеса открытые, это не значит, что он не может сделать их. И Давид завершает этот псалом словами. Превращает он реки в пустыню и источники вот в сушу. Пожалуйста, он может сделать это. Если землю для того, чтобы люди перешли через реку, он может превратить ее в пустыню, землю правовару на Сванчак. И за нечестие живущих на ней. Я немножко поторопился. Здесь вот эти строчки говорят о... Мы говорим об возвращениях, да? А здесь говорится о причине изгнания. Почему были изгнаны? Всевышний может превратить реку в пустыню, и источники вот может превратить в сушу, то есть плодородную. Землю может иссушить, сделать его засушливой, неспособной давать урожай, неспособной давать плоды. Землю плодородную превращается в анчак за нечестие живущих на ней. Если мы спросим, а как же... Да, в этом псалме спросим, а как же оказались эти люди без знаний? Почему они должны собираться с четырех сторон? Почему они проходят через такие трудности, через такие испытания? Одни через пустыню, другие через море. Потому что Всевышний превратил землю в пустыню. И Солончак за нечестие живущих на ней превращает, но и в то же время превращает он пустыню в озеро, вот, и землю, высохшую в источники, вот, когда возвращаются, так как мы видим, все возвращаются с раскаянием, с молитвой ко Всевышнему на устах, то с возвращением землю, из которой они были вынуждены уйти, из которой они были изгнаны, из-за их грехи она превратилась в засушливую пустынную, вот, с их возвращением она превращается в озеро и землю, иссохшую в источники вод. И поселяет он там голодных, и строят они город населенный, то есть речь идет просто о возвращении из изгнания. И поселяет он, да, и засевают они поля, и насаждают виноградники, а те приносят плоды. И благословляет он их, и умножаются они весьма, и скот их, и скот их он не уменьшает. А другие малочисленными становятся и униженными из-за бедствия и печали. Все, кто угнетали сыновей Израиля, не давали им вернуться, и все их соседи, которые враждуют с ними, они становятся малочисленными и униженными из-за бедствий. Изливает он позор на знатных и заставляет их блуждать в пустынном месте, где нет пути. Но бедняка поднимает. То же самое происходит и внутри народа. Если Всевышний, он может знатных людей заставить блуждать в пустыне, а бедняка возвысить, да, и умножает семьи, словно стадо овечья. Видят прямодушные и радуются. Да, прямодушные, ну, наверное, может быть, правильные люди прямые, которые честно смотрят на вещи, да, видят люди, честно смотрящие на вещи и радуются. И всякое беззаконие сжимает уста свои. То есть мы понимаем, что по мере того, как развиваются события, по мере того, как происходит возвращение, то праведные люди, которые видят во всем руку Всевышнего, они радуются. И у тех, кто хочет сказать, что, ну, это все ничего не произошло, ничего особого не произошло, не было в этом никакой руки Всевышнего, все это приведет к новому бедствию, они все больше и больше сжимают уста свои. И потрясающее совершенно... Потрясающее завершение псалма. Призыв ко всем поколениям. Кто мудр, пусть хранит это в сердце. И думают, и думают, стараясь понять милость Бога. Если мудрый человек, пусть он это знает, и пусть он эту мысль всегда хранит в сердце. Какую мысль? Что Бог – благо. И приводит в мир только благо. И надо стараться увидеть это благо и благодарить Всевышнего, благодарить Всевышнего, приложить все усилия для того, чтобы благодарить Всевышнего. И пусть человек постоянно думает, мид бонен, как здесь в оригинале, вглядывается, осмысляет то, что происходит, стараясь понять милость Бога. И я думаю, что теперь для нас неудивительно, почему именно этот псалом выбран для дня независимости, для дня независимости, дня образования государства, в котором далеко не все видят произошедшее чудо и спасение для еврейского народа не только в одном поколении, но и на будущие поколения. Два момента – призыв увидеть чудо, увидеть чудо, спасение и благодарить Всевышнего. Здесь я остановлюсь. И если у нас есть еще несколько минут на вопросы, то, пожалуйста. Сейчас, секунду, я сделаю стопшее. 107-й псалом, я напоминаю, мы с вами разобрали. Пожалуйста, если есть что-то спросить, то я постараюсь ответить. Уважаемый Равзеев, есть один вопрос. Вот вы говорили о ктоним, которое по пути к землю Израиля могут забыть, зачем они туда возвращаются и даже начать сожалеть о чем-то и так далее, но что душа их все равно помнит. То есть они все равно благословенны, даже такие люди. Вы как-то немножко это повернули в другом плане. Может быть, весьма правильно, но я немножко представлял по-другому. То есть каждый момент он высвечивает что-то свое. И здесь, мне кажется, когда Давид призывает Всевышнего благословить ктоним и макдулим малых с большими, людей малой веры с людьми большой веры. И мы понимаем, что значит малая вера. Вот мы можем представить себе это на примере, скажем, книги Эзры и Нихемии. Мы можем представить это себе на примере высказывания Схарья. И Схарья говорит «Ми бас бьем катанказы». Кто пренебрегает таким малым днем? То есть он, что значит малый день? Момент строительства храма и завершения строительства храма. И есть люди, которые, как описывается в книге Эзры и Нихемии, есть люди, которые видят отстроенный заново храм, и они радуются. А есть люди, которые видят отстроенный заново храм, они плачут. Потому что это не похоже на прежнее величие. И Раф Сви Иуда эти моменты, он так и комментировал, что люди малой веры. Он даже говорил, что есть праведники, у которых есть малая вера. Они не способны увидеть зарождение будущего. Они не способны увидеть спасение, которое происходит постепенно и которое не происходит как открытое чудо. Вот это вот малые люди. То, что вы сказали, может быть, это и правильно, но мне как-то трудно с этим соотнестись, что они забыли, зачем они приехали и так далее. И здесь подчеркивается, насколько я вижу, подчеркивается момент неспособности увидеть происходящее, неспособности увидеть руку у Всевышнего во всем происходящем. Спасибо большое. Маленькое вопрос, такое примечание. Я правильно понимаю, что вообще вот чтение Таилим правильно, Бьем Ацмаут, это стало какой-то, я не хочу сказать, лахмусовой бумажкой, но во всяком случае какой-то некоторой проверкой человек является сианистом, религиозным сианистом, либо нет. То есть как бы либо читают, либо читают, либо не читают. Слиха, АЛЭЛЬ, читать АЛЭЛЬ, либо не читать АЛЭЛЬ. Это вот некоторый центральный момент, правильно? И поэтому как бы видно, что чтение Псалмов действительно выражает как бы отношение человека к независимости Израиля, к государству Израиля. Я правильно понимаю или нет? Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Я бы еще добавил, что не только государству Израиль, что в общем-то для религиозного человека становление государства это религиозный праздник, это день, когда мы отмечаем наше спасение не только физическое, но и духовное, не только спасение, но и притворение в жизни предсказаний пророков. И человек, который, скажем, приходит быть к Нессе, ну, скажем, он становится перед такой дилеммой. Увидит это, встать на сторону тех, кто видит это, и тогда уже нет проблем. Надо благодарить Всевышнего и благодарить от всего сердца. И совершенно не нужны эти сомнения, там, говорить, делать с брахой или без брахой. Если ты благодаришь, ты благодаришь уже от всего сердца. Или встать на сторону тех, кто говорит, ну, мы еще посмотрим, это все не то, должен, должен прийти, должен прийти Маших. Как должен прийти Маших? Совершенно непонятно, что это все должно рухнуть. Шесть миллионов должны уйти опять познания или оказаться под какой-то, в какой-то страшной ситуации, чтобы пришел человек, никому неизвестный, который, если это реальный человек, пришел человек, который никому неизвестный, который ничего не сделал, просто пришел и сказал, здравствуйте, я вас сейчас спасу. Это так представляется себе. То есть, ну, и некоторые люди становятся на такую позицию, становятся на такую позицию, действительно, да, можно сказать, что это лакмус и бумажка, но я хочу подчеркнуть, что это момент религиозный, да, момент религиозный, видение руки Всевышнего, видение нашего спасения, обеченного пророками. Хотел только Симонычу добавить, ну, как бы сейчас народ, который участвует, знает, мы вместе читаем, как бы изучаем книгу Голод Муэд Равошерки, который сочинял праздниками. В том числе, вот мы, как бы, небольшой промо, ближайший Йом Камеши, Йом Ацмаут, как раз наш день, как бы, четверг Йом Камеши, когда мы занимаемся книгой Равошерки. Я надеюсь, что мы сможем хотя бы немного посмотреть про Йом Ацмаут. Просто буквально одну фразу я как бы читал, как бы минимально подготовился, на такую вещь, которая меня очень задела. Человек спрашивает, задает аудитории такой вопрос, неожиданный. Вот есть одна вещь, которую Всевышний сделать не может. А что это за вещь? Народ как бы не очень, я тоже как бы сразу не смог ответить. А он как бы отвечает, он говорит, вот есть одна вещь, которая все делать не может. А именно, что благодарить? Благодарить может человек. Очень красиво. Благодарить может быть человеку. Чувство благодарности вообще это некоторая центральная тема ипостась, которая отделяет человека за то, что он должен. Благодарить. Да, мы видим, что это работает. Это работа. Это то, что он может делать. Всевышний этого сделать не может. Всевышний может создать ему условия, за которые он может, должен благодарить. Но благодарить может и должен человек. И то, что хочется подчеркнуть в этот момент, что благодарность – это, кроме всего прочего, кроме обязанности, это условия для продвижения дальше. Нет благодарности, нет движения. Просто как бы автоматически. Замечательно. Спасибо. Хорошо. Большое спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что мы еще куда-то продвинулись. Желаю всем хорошего праздника и успехов, и здоровья, естественно. Спасибо большое. Спасибо.